Чего люди хотят при выборе работы? Самый распространенный вариант – один денег. Все хотят как можно больше зарабатывать. Это нормально. Все хотят жить качественно, а в современном капиталистическом мире, где властвуют законы рынка, для этого нужны деньги, подчас немалые. Еще хочется перспективы на своей работе и уверенности в завтрашнем дне, хочется осознавать свою востребованность. Условия труда желательно приемлемые, чтобы были, да и начальник не серчал. Рынок вакансий Современный рынок вакансий переполнен различного рода предложениями. Только не все могут потянуть эти предложения. Кому-то не позволяет образование, у кого-то отсутствует квалификация или стаж работы, а кто-то не хочет перебирать бумажки или таскать мешки с пшеницей. Но рынок товаров и услуг очень широк, соответственная работа в этой сфере всегда найдется для соискателя. Перспективы в магните Сеть продуктовых и косметических магазинов «Магнит» весьма популярна среди покупателей. Популярность данной торговой сети складывается из следующего. Широкий размах сети И действительно, практически в каждом крупном городе Центральной, Южной и Западной России есть магазины «Магнит». Благоприятная ценовая политика Цены в сети магазинов достаточно умеренные Разноплановый выбор продуктов И правда выбирать есть из чего Причем в разных ценовых категориях Условия работы в магните весьма приемлемые, если говорить о графике и заработной плате В небольших городах России не идти достойную работу про средние заработные плате в 18 тысячах весьма проблематично, магниты выручают Работать посменно 2 на 2 по 12 часов в смену – весьма приемлемый расклад Да еще и зарплата в виде 24 тысячи рублей в среднем может послужить отличным стимулом Для трудоустройства в магнит не требуется специального диплома или квалификации Но если говорить о перспективе, дела обстоят хуже Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит Текучки кадров практически нет И через год-два работы продавцом вы, скорее всего, так и останетесь продавцом Стабильно, но не слишком перспективно И еще магазины этой сети неплохо сэкономили на людях Другими словами, ту работу, которую должны выполнять человек семь, приходится исполнять втроем-вчетвером Продавец там и кассир, и оформитель, и даже местами и грузчик Стоит ли работать в магнит? В итоге в лице супермаркета магнит перед нашими глазами предстает красно-белое здание с неплохо оплачиваемой и стабильной работой При этом достаточно загруженной и не слишком перспективной Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока